МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни дня без аварии. Какие происшествия взволновали новосибирцев на этой неделе? Секреты морозоустойчивости. Что помогает сохранить тепло в лютый холод? Муниципальная или коммерческая? Нужна ли городу своя аптечная сеть? Новогодний бюджет. Во сколько обойдется стол, наряд и отдых 31 декабря? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крутится-вертится, как новосибирские пилонистки покоряют международные пьедесталы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта неделя оказалась скупой на снегопады, но щедрой на аварии. Самое резонансное столкновение трамваев на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Ироничные параллели с легендарным 13-м трамваем тут уже совсем неуместны. Относительно спокойное левобережное направление. ДТП с электротранспортом на этом участке происходили редко. Но вот случилось. Один трамвай на полном ходу, как предполагают, без управления, влетел во впереди идущий вагон в вечерний час пик. За медицинской помощью обратились 17 пассажиров. Троих отвезли в больницу. На момент госпитализации состояние пострадавших было стабильным в средней степени тяжести. По словам очевидцев, трамвай, шедшись сзади, мчался без тормозов целый квартал. Одна из неофициальных версий – поломка, которая возникла из-за экстренного торможения перед машиной, оказавшейся внезапно на путях. Но окончательно в причинах разберется специальная комиссия. Ее создали по распоряжению мэра. В то же время энергетики на днях устраняли сразу несколько крупных аварий на теплосетях, которые оставили с холодными батареями десятки жилых домов и учреждений. Надо отдать должное. Дефекты устраняли в течение суток после порывов, хотя морозы явно осложняли работу. Одна из самых серьезных аварий произошла в Дзержинском районе на улице Промышленной. В результате без отопления остались 162 здания, в том числе 9 детских учреждений. Уже в первые часы подрядчики заменили 8-метровый отрезок поврежденной трубы и восстановили отопление в 41 многоквартирном доме. А на участке теплосетей на улице Серафимовича обнаружили два дефекта. Только устранили один, как тут же возник другой. Батареи остыли в более чем 20 домах и в нескольких учреждениях. В том числе в зону отключения теплоснабжения попали детсад и центр крови. После того, как снова подали тепло, потребители еще несколько часов жаловались на холод в квартирах. Вдобавок, под конец рабочей недели не выдержала магистральная труба на Ключ-Камышинском плато. Там без отопления временно остались 45 жилых домов, три детсада, школа, планетарий и военный институт. Сейчас плотно работаем с СГК, с тем, чтобы режимы все выдерживались, температурные, ну, плавности, переходов всех, чтобы соблюдалось, чтобы нигде ничего нигде не порвать. Надо пройти период низких температур, но дальше без аварии, потому что подъедема, конечно, они всегда дорого даются. Да уж, морозы тяжело даются не только теплосетям. Люди уже забыли, что такое мерзнуть, когда на улице по-настоящему зимний холод. В интернете обмениваются сотнями разных советов, что поможет сохранить тепло в организме, если под рукой нет грелки, а тело дрожит даже в шубе. Татьяна Кияева изучила эти рекомендации и выбрала самые простые и эффективные. Чтобы в комнате стало теплее, нужно открыть шторы или поднять жалюзи и впустить естественный свет в комнату. Он будет отражаться от стен, особенно если они светлые. Это добавит 2-3 градуса тепла в дневное время. На пол лучше постелить ковры, чтобы голыми ногами не ходить по холодному линолеуму. Дома нужно пить как можно больше теплых жидкостей. Чай, кофе или бульон они хорошо согревают организм. В холодную зиму нужно есть как можно больше белка, а идеальный завтрак – это овсяная каша. Она придает сил и энергии. И в ней полезная клетчатка. Не нужно отказываться от жирного мяса, тем более от мяса птицы, гуся или утки. Оно калорийное и поможет надолго задержать тепло в организме. Чтобы согреться, нужно двигаться. Упражнения разгоняют кровь по организму. Можно провести небольшую зарядку, поотжиматься, поприседать, покачать пресс. Или провести внеплановую уборку, протереть пыль со всех поверхностей, пропылесосить, помыть полы. Так вы убьете двух зайцев, согреетесь и приведете порядок квартиру. Если у вас дома есть собака или кошка, то можете приучить их спать вместе с вами или хотя бы просто лежать рядом. В отличие от бутылки с горячей водой, которая скоро остынет, домашние питомцы будут вас греть без перерыва. Несколько хлопковых вещей, надетых друг на друга, лучше, чем один такой большой толстый свитер. А главное, чтобы первый слой одежды был по фигуре и прикрывал поясницу. Так будет намного теплее. Колготки должны быть с начесом и желательно с натуральным, а не из синтетики. А носки обязательно шерстяными. Перед выходом на улицу нужно намазать лицо, особенно щеки и нос, жирным кремом. Наносим толстым слоем. Нужно дать время, чтобы их впиталось, и уже потом выходить на улицу. Также можно провести небольшой самомассаж, согревающий. Помассировать уши. Сначала медленно, повседреннее, потом интенсивнее. И все, теперь можно одеваться и выходить на улицу. Если вы пользуетесь общественным транспортом, то, как это ни странно, лучше одну остановку пройти пешком. Но если чувствуете, что все-таки вы замерзаете, то можете провести тоже, прямо идя небольшую зарядку. Нужно поднимать руки вверх и вниз, мять пальцы, промять плечи. Также можно сделать дыхательную гимнастику. Резкий выдох. Потом задержать дыхание, сделать несколько бодрых шагов вперед, сделать вдох и снова резкий выдох. От того, что в легких не будет воздуха, по всем частям тела, по рукам и ногам пройдет тепло. И все, вперед на работу. В повестке этой недели особое место у различных социальных проектов. Идет декада инвалидов, для которой подготовили больше тысячи встреч, консультаций, соревнований и концертов. В службах соцзащиты и пенсионном фонде работают горячие линии, чтобы рассказать людям с особенностями здоровья обо всех видах льгот и социальной поддержке. По традиции, для людей с инвалидностью в некоторых компаниях действуют скидки на товары для реабилитации, на медпомощи и лекарства. Особое внимание к трудоустройству таких категорий граждан. Новация этого года. Вопрос связан с социальным сертификатом по трудоустройству. То есть инвалиды могут выбрать общественную организацию, которая поможет им трудоустроиться. Такой комплекс мер. И вот в Северской области в этом году вступил в этот проект. Поэтому тема занятости населения, население лиц с ограниченными возможностями здоровья имеет особое значение. Муниципальные аптечные сети. Почти год новый руководитель. Перед нынешним директором ставили задачу сделать предприятие эффективнее. Этому предшествовали громкие споры о том, насколько в принципе необходимы городу некоммерческие аптеки. Критики указывали на низкую прибыльность для муниципалитета, не всегда самые низкие цены на лекарства, нехватку ряда препаратов. Насколько обоснованными такие претензии считают руководители масштабного аптечного проекта? Что принципиально изменилось за минувший год? И что важнее для муниципальных аптек? Получить доход в пользу города или выполнить некую социальную миссию? Чтобы разобраться в этих вопросах, мы пригласили на разговор директора Новосибирской аптечной сети Дмитрия Гришунина и начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольгу Низамаеву. В каком случае, в принципе, можно судить об эффективности такого муниципального предприятия, как аптечная сеть? Я хочу уточнить, что муниципальная аптечная сеть работает исключительно на собственных оборотных средствах. Никакого финансирования из бюджета города. Выстраивание работы таким образом, чтобы сохранялась прибыльность и при этом сохранялся уровень цен и возможность исполнять свою социальную роль, вот муниципальная аптечная новосибирская сеть вошла в рейтинг 100 лучших аптечных сетей России. Пошли разговоры, а почему бы не приватизировать муниципальную аптечную сеть, и это будет эффективнее? Опыт различных регионов показал, что там, где присутствуют государственные или муниципальные сети, эти регионы более мягко прошли период ковида, начало специальной военной операции, потому что мы как раз гнались не за прибылью, а за обеспечение более широкого круга лиц лекарственными препаратами в соответствии с реальной нуждой, пытались бороться с запасами впрок, чему менее активно противостояли другие сети. К 1 января 2025 года в соответствии с федеральным законом муниципальные и унитарные предприятия должны быть преобразованы в акционерное общество. Мы принимаем систематические меры для того, чтобы наше предприятие было включено в список так называемых системообразующих предприятий, и это позволит нам избежать необходимости следования этому закону и таким образом акционировать муниципальную аптечную сеть. У определенных препаратов, как говорят наблюдатели, в муниципальных аптеках нет, в то же время они есть, скажем, соседних коммерческих, либо цены на отдельные препараты выше, чем в соседних коммерческих аптеках. Как вы можете объяснить это? Я вот сразу скажу, что это на самом деле случается, потому что закупки производятся ежедневно, плюс-минус около 20 миллионов рублей, то медикаменты меняются значительно чаще. И если в какой-то аптеке они могут сохраняться на уровне прежних закупочных цен, то у нас они выбывают, мы получаем их по новым ценам. Хотя вопросы снижения цен это одна из приоритетных задач, но при этом нужно соблюсти паритет между дискаунтированием и обеспечением устойчивости аптечной сети на рынке. Представим, что муниципальные аптечные сети в принципе не создавали, вот нет ее. Чего тогда лишится город, по вашему мнению? Ну, во-первых, производственных аптек и мало в каких городах они сохранены, а у нас их сохранено целых пять. Пришлось наверняка сокращать какие-то непрофильные статьи расходов. Было ли такое? Значительно уменьшили затраты это взаимодействие со СМИ. Кроме того, значительно пересмотрели затраты административные и провинционные. Нам удалось добиться сокращения затрат по данному направлению в 10 раз. Мы сохраняем и открываем филиалы в самых непроходимых местах. То есть они планово убыточны. Но там, разумеется, аптечные предприятия тоже необходимы. С одной стороны, это директор муниципальной аптечной сети, с другой стороны, это начальник департамента по социальной политике. Условно, Ольга Борисовна Незамаева может ли сказать, вот это лекарство нужно продавать дешевле? Вы говорите, да. Или вы можете сказать, это внутренние наши дела, Ольга Борисовна, тут мы решаем. Организации деятельности, отчетности, формирование цен, ассортиментного ряда. Это все вопросы, которыми занимается непосредственно директор предприятия и его команда. Вопросы глобальной социальной политики, решаемые департаментом, они, конечно, заставляют нас формулировать ряд социальных задач, которые мы ставим перед руководителем аптечной сети и ее сотрудниками. Самым расточительным городом в России неожиданно оказался Санкт-Петербург. Северная столица на празднование Нового года выделяет более 800 миллионов рублей. Только на украшения улиц там потратят 600 с лишним миллионов. Даже Москва оказалась скромнее. Там после опроса горожан значительно сократили программу празднования и, как следствие, затраты на оформление. Не стали скромничать в Челябинске. Новогодний бюджет в городе Металлургов составляет 449 миллионов. На этом фоне Новосибирск выглядит весьма прижимистым городом. Несмотря на статус новогодней столицы России и на украшения, и на многочисленные мероприятия, муниципалитет выделяет чуть больше 50 миллионов рублей. Бюджеты семейные на встречу Нового года многие еще не определили. Впереди почти месяц, чтобы закупить продукты к праздничному столу, обновить гардероб, успеть забронировать ресторан для корпоратива, а может даже раскошелиться на встречу 2023-го вдали от городской суеты и домашнего очага. Екатерина Карпенко подсчитала, сколько нынче стоит поесть, одеться и как следует отдохнуть в новогоднюю ночь. Ближе к Новому году цены на некоторые товары ожидаемо вырастут. Больше всего подорожает алкоголь, отмечают аналитики. Сейчас уже в каждом магазине присутствуют новогодние акценты, полки украшены. Правда, еще не стартовали предновогодние акции. Ну и классический новогодний напиток каждого стола – это шампанское. Сейчас оно стоит 1099 рублей. Ближе к Новому году, но будет стоить гораздо дороже, хоть и надпись здесь появится акция. Тем временем Росстат уже подсчитал тот самый индекс Оливье. По сравнению с прошлым годом, продукты для главного новогоднего салата обойдутся на 4,5% дороже. Уже цены на овощи выросли на 10%, цены на мясные и полуфабрикаты, и деликатесы выросли более чем на 25%. И здесь, в этом сегменте, уже ценовая стоимость не изменится. Она практически подошла к своему пределу. Еще одна статья расходов – корпоратив. Несмотря на рекомендации чиновников отказаться от шумных вечеринок в непростое время, самые популярные рестораны забронированы еще с осени. Расскажите, Андрей, сколько же стоит в этом году отметить корпоратив? Средняя стоимость чека на одного человека будет составлять от 3 до 3,5 тысяч рублей. Это с учетом еды, закусок, алкоголя и программы. Андрей, расскажите, а с каких дат уже начинают праздновать новогодние корпоративы и есть ли они? Новогодние корпоративы начинают праздновать где-то с 15-го числа, но это слабенько так. Но пик празднования приходится, конечно, на последнюю неделю. У нас достаточно много забронированных мест, столов. К новогоднему застолью в новом наряде. Создать праздничный образ в этом году будет сложнее. Из-за санкций многие бренды масс-маркета ушли с рынка, а дизайнерские вещи – недешевое удовольствие. Сэкономить за счет скидок вряд ли получится. Цены теперь снизят только в январе. Деловой костюм. Вы можете просто, например, приобрести акцентный интерес, цветов и, собственно, либо заменить его во время… Тяжеленький. Тяжеленький, да, потому что стразы, сетка – это прям тенденция, тенденция. Стоимость образа может быть от 10-15 тысяч для девушки, для мамы, например, это вместе с аксессуальной группой, это может быть платье. И до бесконечности. Все в зависимости от запроса, от бренда, от марки и от того, какой эффект вы хотите произвести. И, конечно же, это может быть прокат. Платье в прокате можно взять от 2 до 10 тысяч рублей. Что касается мужчин, лучше хорошо сидящего делового костюма, конечно, ничего не придумали, но тут нужно понимать в зависимости от типа мероприятий, локаций, где вы будете отмечать, собственно, праздник. Вместо Нового года на жарком побережье «Ночь в новосибирском отеле». Средняя стоимость такого предложения, как у путевки в Египет пару лет назад. Пока что в списках гостей числится 82 человека. Именно тут они проведут свою новогоднюю ночь. Здесь будут на проекторе показаны новогодние фильмы, презентации, красавица Ель. Ну и, конечно же, никуда не деться без фото зоны. Вот такая локация представляется всем присутствующим 31 и 1 числа. Ну а это пример одного из номеров, который также включен в перечень проведения новогодней ночи. Ну, взяли самый лучший вариант. Это президентский люкс, спальня, душевая. Вот такой вот огромный зал, где находятся диваны, рабочая зона, телевизор. Ну и, конечно же, мини-бар для тех, кто не может дождаться еще банкета. Также гостям предлагают заселиться в отдельно стоящие домики на территории отеля. Вот такие панорамные окна, уютные теплые спальни. Ну и, конечно же, санузел и общая комната. Стоимость жилья паре обойдется от 60 тысяч рублей с 31 по 2 января. Гости могут забронировать проживание с 31 декабря по 2 января включительно. Им предоставляется разная категория номеров. Программа также рассчитана и на взрослых, и на детей. Она идет с 10 вечера до 3 часов ночи. Планируется выступление кавер-группы. Будет ведущий, диджей, аниматор и на встречу гостей. Обязательно Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить гостей с Новым годом. Сколько стоит все это удовольствие отпраздновать Новый год в отеле? Это все зависит от категории номера. От 30 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. Но также цена рассчитывается от количества проживающих. 30 тысяч рублей – это на одного человека? Или это же можно как-то… Это на двоих. Экономно на двоих. Да, на двоих. Как говорят аналитики, больше всего россияне сократили затраты на подарки. Средняя стоимость презента под елку снизилась почти на треть. Охотно берут украшения. Продажи в ювелирных магазинах выросли сразу на 80%. Но средний чек сократился на 17%. Зато на сладости денег не жалеют. Конфеты шоколадок сетевые супермаркеты продают почти наполовину больше, чем еще месяц назад. Прицел Михайловой, шпагат Сюрдонкиной, прыжок Чернобай и Масаловой. Все это сложные элементы, названные в честь новосибирских спортсменок, закрепленные Международной Федерацией. Но не спортивной или художественной гимнастики, а другого, недавно признанного вида спорта. Это пилонный спорт. У людей, неосведомленных, при виде девушки на металлическом шесте, возможно, возникнут совершенно другие ассоциации. А узнав, что этим занимаются даже дети, некоторые могут и вовсе возмутиться. Однако здесь развивают гибкость, грацию, силу, выносливость, дисциплину и характер. Все, что отличает настоящий спорт от всего остального. Анастасия Горелова тоже познала азы молодого направления. Сначала разминка, а после работа на пилонах. Изящные движения, динамичные вращения, сложные хореографические элементы под музыку. Все это про пилонный спорт или полспорт. Вот так усердно новосибирская команда пилонисток Аврора Реалити тренируется несколько раз в неделю. Готовится к Кубку Федерации по пилонному спорту. Алина Масалова в этом виде спорта уже 6 лет. Начинала как ученик, теперь доросла до тренера. Участвовала в чемпионатах страны и стала абсолютной чемпионкой России 2022 года. Причем на соревнованиях исполняет уже свой авторский элемент. Он так и называется прыжок Масаловой. То пилонного спорта я занималась фигурным катанием. Я очень люблю воздух, тем, что можно работать на высоте. Вот это меня увлекло. Главный снаряд спортсменок – пилон. Бывает двух видов – статичные и динамичные. На первом исполняют элементы вкрутки, на втором – во вращении. Обязательно безопасность. Мы берем спирт, берем тряпочку и протираем. Это для того, чтобы не скользить. Отлично, попробуем. Так, это вот так по всей поверхности. Можно так, да. И прям хорошо протираем. Вот такое средство. И он наносит совсем чуть-чуть. Чуть подсушивает руки, чтобы руки не потели. Новичку с чего лучше начать? С статичного или динамичного пилона? Без разницы. В принципе, тот и другой пилон все равно придется изучать. Поэтому это уже на усмотрение тренера. Я думаю, что сколько у нас динамика, мы начнем с динамики. Пилон проспиртовали, руки обработали. Боевая готовность к первым элементам на пилоне в моей жизни. Тренер подсказывает самые простые. Я восхищаюсь и переживаю. Рассчитываю на свою танцевальную подготовку. Один из базовых элементов в пилонном спорте, который подходит для начинающих стульчиков. Для этого необходимо схватиться одной рукой чуть выше, оттолкнуться и сделать вид, что вы сидите на стульчике. И вот так вот таким образом закручивается. О, немножко аж голова закружилась. Но это нормально. Сложные элементы, грация, артистизм. Этим и увлекает пилонный спорт. Его официально признали в России в прошлом году. В этом есть заслуга и новосибирских спортсменок, которые организовали местную федерацию. Теперь полетать на пилоне не просто забава, а уже серьезные соревнования за титул. Есть оценка за обязательные элементы. То есть в программе должны обязательно находиться элементы на силу, на гибкость, динамические элементы, вращение на неокрутящемся пилоне, на статичном, и вращение на крутящемся пилоне. Это обязательные элементы. Здесь оценка идет за сложность. И в каждой возрастной группе, соответственно, свои элементы. Этим и отличается пилонный спорт от полдэнса, где девушки в откровенных нарядах на высоких каблуках исполняют похожие элементы. Но критики то и дело возмущаются. Почему в такой спорт приводят даже детей из шести лет? Пилонистки парируют, тогда уж и придется запретить балет и гимнастику. Как раз в раннем возрасте проще всего войти в полспорт. Главное, чтобы ребенка привели по его желанию, а не по зову моды. Часто бывают ситуации, когда родители приходят и говорят, я хочу, чтобы мой ребенок что-то там делал. А ребенок не хочет. Ему это, допустим, не надо. Или не в таком объеме. Да, мы как бы в этой ситуации бессильны, потому что ребенок не будет стараться. Он будет сидеть на тренировке, заниматься в полноги. Арина пришла в этот спорт из художественной гимнастики. И уже есть результаты. У меня растяжка больше стала, гибкость лучше. Я начала хорошо стянуть стопы. У меня ровный шпагат образовался. За плечами у новосибирских спортсменок чемпионаты первенства Федерации по пилонному спорту. В середине января кубок Федерации в Москве. А дальше состязания на международном уровне в Италии. И эту неделю мы увидели такой. Еще больше полезной и интересной информации на сайте Новосибирские новости, в наших социальных сетях, а также на платформах Яндекс и Рутуб. До встречи. Новосибирск